Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии» и сегодня у нас еще один выпуск интересный, посвященный одной из крепостей, расположенных на Черноморском побережье в Лазаревском районе города Сочи, о которой мы как-то даже скольк так упоминали однажды, но сейчас я хотел более подробно о ней поговорить. Значит, речь пойдет о крепости, имеющей несколько названий. С одной стороны, это крепость Годлик, самое известное ее название, связанное, видимо, с византийско-гюналевским периодом. И в науке она известна как крепость Чимитакуваджа по поселку, рядом с которым она находится. Находится она непосредственно в поселке Волконка, прямо на центральной, по-крымской, если не ошибаюсь, улице, там, которая ведет к морю, к обрыву. Напротив многоэтажного жилого дома расположились остатки этой крепости в виде такой большой фортификационной стены крупной, напротив нее еще церковь сейчас построили крупную. Исследовали ее, конечно, в разное время, разные экспедиции. В частности, первым был Воронов, известный исследователь-археолог Сочинского побережья. Он в советское время исследовал, и была такая еще Овчинникова. Она исследовала ее уже в составе специальной экспедиции, это уже 90-е годы были. Значит, по их данным, в частности, оба пришли к выводу, что крепость функционировала на два исторических периода, византийский и генуэзский. Воронов считает, что периоды датируются начиная с V века и заканчивая XV веком, почти тысячелетие. А вот Овчинникова, которая в 92-м и 93-м году в составе Элловской экспедиции работала, она считает, что это VII-XV века, то есть чуть меньше. Оба они указывают, что использовалась характерная для постройки римско-византийская такая кладка, называется она двухпанцерная заблутовка, по которой определяли принадлежность к византийцам. Там много внутри крепости во время раскопок находили разных керамики, допустим, каких-то археологических раскопок, в том числе даже хазарской посуды. Нашли отдельную стену, которую в генуэзский период в поздний сами построили дополнительно со стороны моря, именно в итальянской генуэзской традиции, все крепляли ее. Значит, что касается самой крепости, она расположена на береговой возвышенности, на такой террасе, ну да, там такой как бы выступ-холм, с нее спуск к морю идет, 20-25 метров примерно высотой. Была она треугольная в плане формы и соответствовала условиям местности, конечно же. Общая длина стены была 700 метров, толщина до 2 метров доходила. К сожалению, те стены, которые к морю находились, они рухнули давно-давно уже вниз. Хорошо сохранились башни, допустим, пишет тот же Воронов. Некоторые до 4 метров высотой были. Что интересно, что поздний период этот генуэзский характеризуется тем, что она как бы была, видимо, разрушена в какой-то момент, а потом восстановлена генуэзцами и восстановлена с учетом каких-то новых наработок, свойственных побережья. Стали строить крепость уже с учетом всей активности, устойчивости к землетрясениям. Что, в общем-то, было всем в тот период, это примерно 13-14 век, это было свойственно большинству зданий, которые перестраивались в этот период на всем побережье Сочинска. Сложность именно раскопок этого памятника была в том, что на развале старой крепости тогда, в советское время, размещалась воинская часть, и, к сожалению, они, конечно, варварских не отнеслись, изуродовали постройками современными весь крепостной двор, КПП на месте бывшей башни устроили, значит, мусором все закидали. В общем, археологам пришлось еще кучу мусора выгрезть туда, чтобы добраться из самих источников. Это вот очень странное отношение в советское время было к некоторым археологическим объектам, очень странное, и что на побережье в Новом Михайловке мы видели с Никопсией, то же самое, детский лагерь там построили прям сверху, очень веселые ребята были. Как я уже говорил, то есть между византийским и генойским периодами были паузы, я там немножко раньше сказал 13-14 веку, точнее 14-15 век. Это вот крепость Хостел, Влау-Влоу, которые храмы, о которых я говорил, это все одна система, один стиль. Что интересного еще обнаружили в крепости, были как бы такой, какая-то площадка такая, в которой углублены были кувшины пифосы огромные, в которые зерно всыпали. То есть это был крупный зерновой такой терминал, откуда вывозили зерно, видимо, туда вот, в Средиземноморье отсюда. То есть здесь же возможная обработка была, то есть зернотерки там эти находились, то есть муку делали. На сегодняшний день ее, конечно, эту крепость поставили на охрану, но вот, допустим, пару лет назад она представляла собой такую огромную стену просто и все. Внутренняя часть была просто либо застроена частным сектором, либо просто заросшая совершенно диким кустарником. Там устроены были мусорки, там местные жители там выпивали. Сейчас, насколько я знаю, благодаря усилиям местных активистов, СМИ, краеведов, удалось добиться от властей того, чтобы эту местность расчистили, облагородили и как памятник более приятный вид приобрел. Можно по нему хотя бы по кусочку походить и посмотреть. Ну и самая интересная часть, связанная с этой крепостью исторически, значит, дело в том, что после того, как Генурицы ее покинули примерно в 15 веке, она пришла в запустение, но использовалась местными адыгами, там получается, шапсугами для хозяйственных целей и во время каких-то военных операций для обороны. То есть, они ее использовали под такие полувоенные, полубытовые цели. И вот один такой случай обороны произошел в конце Кавказской войны в марте 1864 года, как раз когда генерала-майора Геймана отряд проходил по побережью, в сторону Сочи шел, значит, вытесняя непокорных и воинственных, именно воинственно относящихся к войскам шапсугов, значит, здесь вот отряд вынужден был остановиться, столкнувшись с сопротивлением убыхов. Дело в том, что так случилось, что убыхи пока решали, выселяться им или нет, их молодежь собралась самостоятельно, вне ведома их старших, собралась и решила самостоятельно дать отпор русским войскам, наступавшим отряда Геймана. В связи с чем, они все выступили вот как раз к этой крепости и устроили в ней оборону. Но, к сожалению, как бы там силы совершенно были неравны, их окружились с трех сторон, не предлагали сдаться, они отказались. Шапсуги, которые выселялись, вот, и параллельно они выселялись вот на виду этой крепости, да, из разных там участков порта, в Турцию садились на корабли, они не решились заступиться за этих убыхов и молча наблюдались за картиной. Значит, ну, отряд Геймана просто окружил этих убыхов с трех сторон, с моря, с горы и впереди, и вот этим массивным огнем начал их давить. Несмотря на активное сопротивление, они не сумели сопротивляться, и они были вообще-то молодые, неопытные бойцы еще совсем, юные, в общем, поэтому вынуждены были сдаться. Причем мы очень отметили, как сдаться, они не то что сдались, они отступили, причем панически бежали в конце. И это очень удивило русские войска, которые привыкли сталкиваться с убыхами, именно как с опытными такими воинами, потому что именно у убыхов был такой стиль, уже более современный стиль ведения боевых действий, то есть у них распределенные отряды, первый, второй, третий фланг, поддержка там боеприпасами, потом какие-то отдельные медики, носчики, то есть у них прообраз такой полноценной армии был, то есть если убыхи отступали, они, как правило, ну, кто-то в передний фланг поддерживал отступающих, жесточенно сопротивляясь, они стреляя, отбиваясь, жесточенно уходили потихонечку, то есть профессионально. А здесь просто случилась паника, они тоже молодые. Так, в общем-то, так случилось, это, по сути дела, последнее крупное действительно сражение в Кавказской войне, после чего, в общем-то, беспрепятственно уже войска Геймена вошли в убыхи, в Сочи, и по Мзымте в Красную Поляну пришли, уже мелкие-мелкие стычки там были только с местными жителями, с убыхами и абазинами Мзымты. Ну, на этом, пожалуй, всё про эту крепость. Будете в Волконке, обязательно заезжайте, посмотрите, сфотографируйтесь, прикоснётесь к истории. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова